так доброе утро добрый ранок всем трохи по спелку из вами по футболу вчера посмотрел я же сижу за долбиком его селекционер оценю тактико-технические действия я смотрел вчера жирона играла с этой гранатой матч ну это матч был полузащиты жироны первую очередь конечно у них где-то добыл добыл ю формула просто сумасшедшая крайки топ и центральные два хава топ ну-ка иногда выходит не всегда но сейчас вот последние две игры сыграл цыганков просто блестяще вчера по сути была игра цыганкова понятно что граната там не топ-топ но в таких с такими командами надо брать свои очки делать разницу и разницу вчера сделали битя играл до 70 минуты ответить я говорю видите одна ноги а ведь я вчера забил двора два гола с правой ноги и отдал передачу принципе игра до 70 минуты уже была сделана ну цыганков хорошо открывался под под зону держал линию смотрел чтобы не было в сайда ну супра в принципе правильно делал ну и крайки ему отгружали толковые передачи ну и он том числе мы же по моему всего передачи первый гол забили ну если надо без левой ноги стандарты либо навесы то я так понимаю что видите это лучшая левая нога сейчас в жироне хотя там по команды хорошо отдают пасы начиная от порту заканчивая савио и принципе видите потом поменяли ну берегут ноги пуша я бы на месте видите на него бы хорошего ортопеда и врача физиолога который бы привел суставы в норму да тут надо что-то сделать и с питанием и может быть что-то прокалывать мужа парень талантливый но ноги у него это проблемная то есть у него светлая голова он все видит и такой очень видно скромный ну не человека золото и забил 2 с правой ноги я считал что она у него опорная он по-моему передачу даже справа это ночью вчера ветер зажигал не он справа один забил отдал передачу и один гол забил слева и потом проснулся артем иванович долбик которого я критикую он же неплохой матч провел в принципе его где-то до шестьдесят пятой минуты не видно было он там старался часто забегала в сайт там такие миллиметровые даже один гол забил ну было в сайтом а сюда товар смотреть там уже не на ничего думать потом вывели по моему этот порт убежал один в один уходил его ноги заплел сбили долбик забил свой пенальти но потом он об этом принципе уже при 4 или 50 граната посыпалась ну просто рухнула ну и так надо добивать поэтому все было правильно сделано и долбик забил еще свои мячи и вышел на первое место среди бомбардиров это как знаете как в сказке про эту золушку ну да мыло посуду идет лучшая в логике среди бомбардиров ну и не получается бенефис украинского украинских игроков вчера был жироне три у долбика и один ассист он и ассист отдал да и видите который сделал принципе игру ключевую когда была рубка два плюс один ну поздравляю что тут сказать конечно плане селекции видите намного востребований витя видит поле но видите надо заниматься суставами и посмотрел чуть-чуть этот энжена принимала балонию открытия сезона малина забил на 13 или на 11 минут он красивый открылся забежал вторым темпом и левой дал косашку под штангу красивый гол должна была быть по сути ничья у балони было много моментов ну в самом конце дженуа еще один забила и в принципе выиграла балони от открытия этого сезона тяга мота перебегает ювентус я его не понимаю но хорошая команда поиграющая сезон с этой команды команда играющая в пасек толковая балони офигенно с уходом тяга моты я ничего не вижу страшного почему же там работает правильная система там вот этот концерн итальянский которые уехали ну они получается молочный концерн канады и сша итальянцы которые давно переехали сицилия они шутки греют балонию и там работает система селекциона какой бы тренер не пришел балония работает как конвейер это правильно ну пусть бежит он тягом от аширал до балони там по моему такие бал и и в джену и на посмотреть там солернитана или специи у них там особо ничего не получалось поэтому сказать что есть какой-то феномен тягом от и нет я считаю что балонии работает система поздравляю руслана малиновска он по-моему четыре или пять забил и четыре передачи но с учетом того что он после травмы простоя заходил в эту дженую то кто будет в италии посадите город дженуя рекомендую вы такой архитектуры и такого расположения домов нигде не увидите очень красивый город читал с утра что и няки вильямс это аганист который в атлетико бильбао играет он два года бегал с куском стекла в ноге и играл кусок стекла у такой да представьте я не знаю как он его не беспокоил прижился там в ткани и при том что няки вильямс он же фильм на физу он с таким объемом работы вообще не поймал когда произошло два слова там из опыта работа вот с менеджерами милана у меня был опыт работы такой течение двух лет это получается молодые ассистенты ариада брайды тогда были ну там получается тогда милан при там по руководила дочка беру скони уже тогда вероника по моему я не помню и оба и барбара ну что такое имя она как раз жила с этим бразильским нападающим который по то по то по то который особо не заиграл ну там брали посетить по семейным этим по семейным связям вот я работал с парнем марка который является кузеном вот этого марка который в россии долго работает итальянец селекционер футболе вообще ничего не разбирается но очень такой напористый его задача ездить по всему миру знакомиться встретил тут киви из богатой семье обеспеченная девочку нашу расписался с ней его стиль работы ну никакой чистоплотности ну как пример например он заходит благодаря мне в киев я его знакомлю с сыном генерального директора клуба арсенал и с сыном приемным сыном этого вадима рабиновича рабинович тогда был директором клуба бы презентом клуба и марка меня уже в теме арсенала полностью сбривает то есть что-то надо решить он уже все давно порешал и но он то есть не благодарен не что я заводил в украину по каким-то направлениям и выстраивал связи с кем надо с кем не надо давай работать вместе не он выбрасывает сразу тебя со звена но если у тебя есть хорошая жирная тема и он может заработать то на тебя всегда подымет трубку но уже не по арсеналу а просто там по какой-то италии и масса связи у него то есть ты можешь выйти там на владельца того 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 клуба но чтобы это была реальная тема главное в этом не страдать то есть есть как и положительные моменты что он если видит зерно он берется за работу и может выйти на связь с президентом бешик таша и какими-то шейхами не проблема но если он тебя почувствовал слабым звеном он тебе не дает вместе расти возможность он тебя сразу выбрасывает вот и личный опыт такой барселона достигла полная договоренности с ханси фликом я смотрел фильмы бавария ханси флик когда он руководил баварии когда они там все выиграли ну интересный тренер интересная философия я думаю он барселоне не выпадет я думаю с ханси фликом барселона станет хорошо ну он неплохо будет играть хуже чем с хави она играть не будет поэтому я считаю довольно таки оригинальный и удачный выбор лукас пакета обвиняются в ставках ставках на желтые карточки на свои же вот видите как вам ставит вот вам дают линию расписано желтая карточка будет до 30 минут или либо с 30 там по 60 а пока это уже знает сколько их будет и как поэтому вчера хорошая кстати передача был александр файб он рассказывал про беттинговые компании как они работают рассказывал про эту компанию бет я могу ошибаться 365 владелица женщина с британии ее отец владелец сок сити команды футбольной ну вот вы все ставите а у нее состояние сейчас капитал 12 миллиардов фунтов стерлингов да поэтому ставьте продолжайте конечно это просто вы выкидываете деньги какой с балкона сейчас взять и выкинуть их через окно там умер михаил фоменко вечная ему память я когда случайно приехал он у меня там товарищ вместе боксировали и он ну он старше меня был и он купил запорож сталь дворецкий и он владел этой командой и мы приезжали к нему там по делам металлургическим не футбольным а начальником команды его был первый тренер валерий макаров я как раз не приехал тогда был тренером михаил фоменко это у меня на там же правый берег и левый вот на правом берегу у них база есть со стороны днепрассе въезжать налево поворачиваешь это у меня познакомил макаров с этим михаил фоменко поздоровались кстати цыганок рассказывал ситуацию когда фоменко тренировал какую-то команду и один из лидеров команды распустил язык в его адрес он попросил зайти в под трибунное помещение и два раза пропустил удар этот от михаила фоменко такой дядька мог быть дать и врыва ну а так принципе все всем хорошего дня я не знаю какие с этим будет матча даже не смотрел анонсы но какие-то будут поэтому не так понимать серия будет доигрываться какие-то футболы будет